Наша планета удивительна. Но еще удивительнее, как Земля до сих пор нас носит. 97-й год. После полуторавекового контроля Британия официально передает Гонконг Китаю. На Марсе высаживается первый рабочий ровер Соджернер. Так начинается новая эра в покорении Красной планеты. Никем незамеченной выходит первая книга о Гарри Поттере, а в мировые хит-парады врывается гимн и одновременно издевка над пластмассовым миром. Песня Барби Герл. В это время кто-то спасает людей от расползающегося ада в только что вышедшей игре Диабло. А представители 41 страны плюс Евросоюз в японском Киото впервые обещают не дать превратиться в ад Земле. Дипломаты подписывают знаменитый киотский протокол. Первый большой международный документ направленный на борьбу с изменениями климата. Развитые и некоторые развивающиеся государства обязались сократить выбросы парниковых газов. Не только углекислого, но и метана с оксидом азота и другими. Их зашкаливающий избыток связывали с добычей или использованием горючих видов топлива. И именно эти газы признавали основными причинами раскачивания климатической лодки. На тот момент более чем три четверти всей энергии, используемой человечеством, мы получали от сжигания ископаемых нефти, газа, угля. На возобновляемые источники приходилось только 13%. Но какие? 10 из 13. Это была сжигаемая биомасса. В основном деревья, обычные дрова и хворост. И только 3% солнечная ветряная и гидроэнергия. Что же изменилось спустя 15 лет после подписания киотского протокола, запуска госпрограмм по озеленению экономик и других мер по борьбе с парниковыми газами? Эту статистику по странам собирает Международное энергетическое агентство. Так вот даже по официальным данным ничего не изменилось. То же соотношение горючего и альтернативных видов энергии. Проходит еще 10 лет. В эти дни прямо сейчас представители десятков стран, от промышленных гигантов вроде США, Китая, Японии, Евросоюза, до мечтающих стать такими же, типа Бразилии и Нигерии, собираются, чтобы снова решить, как спасти планету от парникового ада. Но, кажется, пора бы признать, что что-то не так со всеми этими соглашениями. Парижским, Глазго, после Киота была еще целая череда таких же глобальных и эпохальных встреч и документов. Несмотря на все усилия по озеленению энергетик промышленностей, пока нет никаких достоверных, доказанных и общепринятых научным сообществом признаков, что мы хотя бы замедляем ту самую климатическую катастрофу, о которой столько разговоров. Напротив, много данных говорит о том, что планета нагревается теперь еще быстрее, а ведь именно грядущей катастрофой мотивирует все эти годы нечто действительно удивительное, даже фантастическое, перестройку энергетической системы нашей цивилизации. Из документа в документ, с трибуны на трибуну, из СМИ в СМИ повторяется, что если мы не сократим парниковые выбросы, то планета пойдет в разнос. Поэтому надо переходить на другие источники энергии. И вот, спустя 26 лет можно же подвести итоги, правда, даже для такого вопроса, как климат. В последние годы в мире строятся в среднем от трех до четырех атомных электростанций в год. Это не считая вывода из работы старых. И чтобы заменить уголь, сколько мы сжигаем его даже не сегодня, а хотя бы на уровне десятилетней давности. Да, не нефти и газа, а именно только угля. Нам надо строить по одной крупной АЭС в неделю ближайшие 20 лет. Расчеты примерные, неточные, но вполне показывающие масштаб проблемы. Проблемы в том виде, как ее описывает доминирующий сегодня в публичном пространстве в большинстве стран подход с единственным решением — пересесть с иглы горючего топлива на более технологичную возобновляемую энергию. Но эти расчеты про уголь и АЭС не учитывают все нарастающее потребление энергии. Почти не меняющаяся структура потребления энергии показывает, что в лучшем случае мы успеваем подкидывать дровишек, но никак не делаем печку безопаснее для себя и планеты. Так сколько можно делать вид, будто мы решаем проблему? Может, если решение не работает, стоит задаться вопросом, а верно ли мы вообще понимаем или хотя бы формулируем проблему? Может, нам не надо больше пытаться решить сложную проблему простым решением? Мол, друзья, давайте просто вместе перестанем добавлять планете от себя парниковых газов. Да и спасет ли этот чудо-подвиг, если бы вдруг мы его совершили от климатической катастрофы? И почему мы ждем именно катастрофы некого апокалипсиса? Дальше я попробую ответить на эти вопросы, рассказав об альтернативном взгляде, который, судя по тому, что я вижу в научных СМИ и выступлениях ученых-климатологов, начинает в последнее время получать все большую поддержку среди людей, которые лучше всех понимают, что происходит с климатом. Еще и потому, что мы получаем неожиданные для многих новые научные данные. Продолжим после на редкость короткой рекламы. Скорость, с какой мы получили возможность менять окружающий нас мир, радикально выросла с появлением облачных сервисов. Уберизация всего, от служб такси до репетиторства, это включение миллионов людей в процессы, которые раньше в таких масштабах были просто невозможны. И вот для работы с такими объемами пришлось создать отдельный язык программирования — Go или GoLang. Ведь нужно обеспечить работу не просто серверов, а целых дата-центров, чтобы они выдерживали нагрузки в миллионы и миллиарды запросов. И чем дальше, тем больше данных и больше компаний, которым нужно решать такие задачи. Так что в Ката Академии запустили курс по разработке на Go, и условия обучения, как всегда, у них дерзкие. Вы платите только, когда устроитесь по специальности зарплатой выше 100 тысяч рублей. Не устроились — не платите. Это указано в договоре. Поэтому в Ката очень-очень заинтересованы в том, чтобы ваша подготовка и старт карьеры были успешными. Отсюда и подход к обучению. Мало вас научить, кодить. Тем более Go и так создавался как простой инструмент для легкого освоения. Надо, чтобы вы умели работать в реальных условиях, самостоятельно могли искать и принимать решения, ориентировались бы в процессах реальных IT-компаний. Go разработка — хороший вариант для запуска карьеры в IT, если начать хотите быстрее и сразу с чего-то серьезного. Переходите по ссылке, поступайте на курс от Ката Академии и оплачивайте, только когда получите свою первую зарплату. Тут важно с самого начала оговориться и подчеркнуть. Я научный журналист, а не климатолог. Я не могу опровергнуть специалистов в этой области. Это могут делать только другие специалисты в этой же области. Но я могу внимательно читать, что пишут они сами, и, возможно, что важнее — отделять, что они пишут от того, что говорят про это политики, активисты и другие журналисты. То есть те, кто и формирует публичную повестку, то есть то, что мы горячо обсуждаем в условных ютубах, телеграммах и фейсбуках. И это, как правило, совсем не то же самое, что говорят сами ученые. Я могу и должен замечать, что остается на задворках или, скажем, совсем выпадает из повестки, и указывать — вот же, важное, посмотрите сюда, обратите внимание, давайте разберемся. Ведь иногда самое важное остается в тени самого увлекательного, из-за чего мы потом нередко сами же страдаем. Так что вот гигантский, самый полный научный труд почти 800 ведущих исследователей в области физики климата и смежных областей. Это новая версия. За 23 год более 8 тысяч страниц, на которых собраны последние и самые актуальные научные данные о проблемах климата на Земле. Этот доклад можно считать научным консенсусом. То, на чем сходится большинство специалистов, не вообще ученых, а именно те, кто занимаются такими исследованиями, которые рецензируются коллегами из тех же областей. Мнение, например, филологов, нейробиологов или инженеров о климате здесь не учитывается. И что же мы имеем на сегодня? Приведу только главное и сразу подчеркну нюансы, потому что от них на самом деле здесь все зависит. Первое. Деятельность людей однозначно спровоцировала глобальное потепление. Но наши выбросы парниковых газов, хоть и основной источник проблемы, но не единственный. Второе. Это уже приводит к изменениям погоды и возникновению во всех регионах планеты экстремальных климатических явлений, вроде аномальных волн жары или холода, мощных наводнений, ураганов и тайфунов. А страдают больше всего те, кто меньше всего виноват в выбросах. Бедные страны с низким уровнем производств и потреблений. Третье. Мы пытаемся приспособиться к переменам в климате, и многое получается делать неплохо во многих странах, но мы не успеваем. И этот разрыв между мерами и переменами лишь нарастает. Все меньше шансов, что потепление в этом веке сдержать в пределах критической отметки в плюс 2 градуса не получится. Если очень повезет и будем молодцы, то лучшее, на что можем рассчитывать, полтора градуса. Дальше следуют обновленные прогнозы. Чего ждать с такими печальными успехами? Подниковые газы будут пребывать, планета будет нагреваться сильнее. А если мы каким-то чудом резко, именно резко, сократим выбросы, то на замедление топки уйдет не меньше 20 лет. То есть, это я добавлю от себя, мы должны сотворить второе чудо. Все это время при неуклонном росте населения планеты, причем в основном в небогатых странах, нам надо дружно не потреблять больше нефти, газа и угля в течение двух десятков лет. Как думаете, это вообще возможно? Авторы доклада признают, некоторые перемены в состоянии нашей планеты уже неизбежны и необратимы. Так и пишут. Неизбежны и необратимы. И лучшее, на что мы можем рассчитывать, попытаться ограничить последствия. Но для этого нужно стремительно и радикально сократить выбросы парниковых газов. Снова и снова повторяют авторы. А главное, прямо сейчас. Иначе извините. То есть, добавлю я от себя, мы в положении водителя, который должен выбрать, влететь в стоп или в стену дома. Опции избежать аварии нет. Но в этой метафоре со столбом и стеной есть серьезный изъян, который указывает на серьезную проблему. Знаем ли мы, какие последствия будут в одном случае или в другом? Если уж катастрофа неизбежна, то хотелось бы понять, какой она будет. Ведь если вы помнете бампер с капотом и посадите шишку на лбу, это, конечно, беда. А если машину разнесет в клочья, это тоже беда, но уже совсем другая. Какой же мы сейчас движемся? И вот здесь самое интересное начинается. Если читать очень внимательно, то в этом большом обобщающем докладе не найдется описание последствий и ужасов уровня ядерной войны или столкновения с астероидом. В научном докладе нет истеричного эмоционального алармизма, с которым многие, как правило, не научные СМИ или активисты пересказывают выводы ученых. Там говорится, что чаще станут лесные пожары и прочие стихийные бедствия. Тяжелее будут проблемы со стабильным выращиванием еды и запасами питьевой воды. Это все приведет к обострению вооруженных конфликтов, росту насилия и усугублению экономических, политических и социальных проблем. Но масштабы пока никто всерьез не рискует оценить, насколько все плохо будет, мы достоверно сказать не можем. И это очень важный момент, который нам пригодится дальше. Если же не учитывать масштабы, а присмотреться к перечню грядущих проблем, забыв на пару минут про их ожидаемую причину климат, то разве мы увидим что-то новое для нашего, тем более прошлого или даже позапрошлого века? Разве многие из этих проблем с едой, водой, бедствиями мы не решаем уже с разной степенью успеха? Но даже не это вызывает вопросы. Мы видим, что катастрофа – это переплетение таких разных, многоуровневых, комплексных и системных проблем. А проблема назначается одна – изменение климата. И решение одно – поменьше выбросов. А что, если все немного сложнее? Что, если решение не обязательно одно? Тем более оно все менее достижимо в обозримом будущем, что признается самими исследователями в этом же докладе. Хотя сами они говорят, что действовать надо прямо сейчас. И тут приходит помощь откуда не ждали. Внеземное или божественное вмешательство не помешало бы, но пока нет. Прилетело с моря. Оказалось, что мы уже умеем управлять климатом. Только долго этого не понимали. Журнал Science недавно написал об удивительном открытии, которое может изменить весь наш сегодняшний подход к проблеме климата на планете. Если повезет. Пока что публикация осталась незамеченной большими СМИ за пределами научных медиа. Достоверно известно, что растет и температура океанов. В Атлантике этот процесс по какой-то загадочной причине проходил медленнее, чем в остальных местах. Что исследователи фиксировали и подтверждали на протяжении многих лет. Но в последнее время что-то изменилось. Атлантику бросило в горячку. Каждые несколько лет новый температурный рекорд. Все жарче и жарче. Ученые выявили две причины. Выбросы парниковых газов. Это ожидаемо и предсказуемо. И области высокого атмосферного давления. В них облака образуются плохо, а они отражают свет. Так что солнце теперь может буквально нагревать океан. Но это не объясняет, почему же раньше было лучше, а теперь резко стало хуже. Выяснилось, что такая перемена хорошо объясняется нечаянно проведенным большим климатическим экспериментом. В 2020 году главная организация, которая регулирует мировое судоходство, ввела новое обязательное правило. В топливе судов уровень серы надо снизить с 3,5 до 0,5%. Начали снижать. Но эффект оказался парадоксальным. Вредных частиц действительно стало скапливаться меньше над Атлантикой, где очень высокая плотность морского движения. Но без них стали меньше концентрироваться частицы испаряющейся воды и образовываться особые облака. Они так и называются — ship tracks. Они находятся низко, но все равно хорошо отслеживаются из космоса, потому что их много там, где много ходит судов. А теперь те же суда коптят небо меньше, и природа настолько очистилась, что отражать солнечные лучи таким искусственным облакам все сложнее. Облака становятся тоньше или вовсе исчезают. В итоге, как показывает несколько исследований, это ускорило нагрев Атлантики. Хоть и не стало единственной или главной причиной этого процесса. Что самое ироничное, мотивация сделать воздух чище была безупречна. В мире около 40-60 тысяч человек ежегодно умирает от проблем со здоровьем, которые осложняют выбросы серы от судоходства. Эти данные проводили как обоснование. Так что нам удалось простейшим решением, которое не потребовало грандиозных перемен, вложений, изменить локально климат. Вероятно, мы спасли жизни 40 тысяч человек за последний год. Но кое-что сломали для остальных и сколько спровоцировали непрямых смертей от засух, голода, болезней, пока не догадываемся. Другой парадокс или злая ирония состоит в том, что именно этот страх мы можем сделать хуже, если вмешаемся. Уже многие годы держат целое направление научно-инженерной мысли в загоне под вывеской «Осторожно опасные идеи». Я говорю про геоинженерию и климатические мегапроекты. И только этот подход предлагает решения, которые могут поменять ситуацию на планете здесь и сейчас. Но это-то и пугает, судя по всему, тех, кто мог бы принимать исторические решения. Правда, чем меньше у нас успехов с глобальным сокращением выбросов, тем меньше выбора. Тем больше серьезные ученые говорят о необходимости задуматься о менее амбициозных и более реалистичных мерах. Что если мы хотя бы дадим планете жаропонижающее, которое подействует здесь и сейчас? Что если мы счастье не всем и сразу будем пытаться устроить, а начнем управлять климатом и природой локально? Не спасем от аварии, но сохраним как можно больше в аварии, которую все равно не избежать. Об этом после очень короткой рекламы. Главная проблема мегапроектов – это то, что они похожи на покупку вслепую. Как показывает исследование, 9 из 10 великих строек заканчивается тем, что итоговая цена меняется неоднократно, а потом ты еще неизвестно, сколько платишь за это счастье, что тебе повезло понастроить. После последних токийских олимпийских игр прямые убытки составили под 30 миллиардов долларов. Не загрузить построенные объекты, не продать. Висит на шее и просит на себя еще и еще из твоего кармана. Хотя, казалось бы, все заранее просчитывали и планировали по уму. А как было бы удобно? Ты сразу видишь цену, а она уже низкая и реальная. Как на Яндекс.Маркете. Низкие цены там покрасили в зеленый, чтобы вы точно их не пропустили. Применяются они, если вы оплачиваете покупки виртуальной картой Яндекс.Пэй. Так вы сможете сэкономить до 30%. Это легко проверить. И я проверил. Кстати, за карту платить не надо. Она бесплатна и оформляется в несколько кликов. Посмотрите сами. Ссылку я оставлю под роликом. Даже самые очевидно полезные проекты могут иметь темную сторону. Казалось бы, чего плохого в посадке лесов? Эта земля многие годы превращалась в пустыню. На нее наступала великая и ужасная Гоби. В конце 70-х Китай решает остановить катастрофу и начинает возведение Великой Зеленой Стены. Гигантский проект по высаживанию деревьев и кустарников. Полоса из зелени должна быть длиной 4,5 тысячи километров. Это больше, чем между побережьями в США. А ширина стены из лесов – полторы тысячи километров. Это немного меньше, чем проехать штаты с севера на юг. И вот это огромное пространство все должно быть засажено растительностью. За последние 40 лет тысячи и тысячи квадратных километров уже покрылись лесами. Но проект закончится должен лишь в середине этого века. А вот некоторые его последствия уже становятся очевидны сейчас. Зелень зеленью, но для питания таких массивов нужно очень много воды. Некоторым не хватает ее, они погибают спустя несколько лет после посадки. Но некоторые из тех, что приживаются, вроде ив и тополей, часто отжимают у местных растений воду и минералы. В итоге местные вымирают, а почвы с потерей привычных растений начинают деградировать. Что, как вы понимаете, не решает проблему опустынивания. Но так не везде в этой великой китайской зеленой стене. Картина, конечно, сложнее. В других районах разнообразие и качество почвы, наоборот, улучшается. А если говорить о глобальном эффекте, то по новейшим оценкам ежегодно эта стена, зелень, пожирает почти полсотни миллионов тонн углерода. Заметно лучше в прилегающих районах стало с пыльными бурями, и в воздухе стало меньше висеть вредных примесей. Это один из многих примеров того, что человечество может реализовывать локальные мегапроекты, с помощью которых мы можем бороться с опасными или вредными для нас состояниями планеты. Не со всей системы, не с глобальным климатом, а с отдельными элементами. Но управление климатом, даже локальным, до сих пор оставалось научной фантастикой и воспринималось не всерьез в академических кругах. Геоинженерия и правда предлагает множество решений, одно футуристичнее другого, но все они сводятся к двум довольно простым и практичным, реалистичным, на мой взгляд, идеям. Или мы отражаем поменьше солнечного света, или мы побольше перерабатываем парниковых газов. В общем-то, можно делать и то, и другое. Уже на этом уровне мы можем оценить, сколько смирения стоит за таким подходом. Проблема, климатические изменения признаются как данность. Работаем с тем, что есть, с теми инструментами, какие доступны. Нечаянный эксперимент над Атлантикой доказал, что давние идеи спасительных аэрозолей, мелких частиц, которые будут помогать отражать свет, значит, помогать остывать Земле, более чем рабочие. По всему миру уже лет 15-20 ученые пробуют понять, насколько распыление чего-нибудь безвредного, вроде воды или сульфатов, может провоцировать образование достаточно плотных и стабильных облаков, и тем самым снижать температуру локально. И как эти искусственные облака себя ведут дальше? Но никто не мог повторить подобное в таких масштабах, как это получилось в истории с судами в Атлантике. Еще после терактов 11 сентября, когда на США почти полностью было остановлено авиасообщение, и самолеты внезапно перестали массово коптить небо, ученые фиксировали заметное, но не радикальное все же повышение температуры. Но мы с вами помним, после не значит вследствие, поэтому эффект все равно оставался теоретическим. Только наблюдения и измерения выбросов после извержений крупных вулканов подтверждали, можно охладить планету на полградуса, если закрыть, ну, очень много неба от Солнца. Но временно, пока частицы будут находиться в небе и отражать лишний свет. Повторить же подобное можно было бы разве что ядерной войной, поэтому не хватало данных о более практичных локальных воздействиях. И теперь мы видим, что это возможно и работает. Но можем ли мы быть уверены, что локальное вмешательство не приведет к глобальным последствиям? Это открытый и очень тонкий вопрос. Специалисты по льдам в разных работах повторяют одно. Процессы таяния ледников уже не остановить. Даже в Антарктиде, которая живет и охраняется как заповедник, там постоянно работает пара-тройка сотен ученых, а туристов наезжает не больше пары десятков тысяч в год. И ученые предлагают не паниковать, а применять новый подход, который все больше и больше развивает грязные группы ученых. Он называется радикальная адаптация. В случае с ледниками это означает не пытаться спасти их глобальными непрямыми мерами, а сделать все, что можно здесь и сейчас, чтобы насколько возможно ограничить локально, где это критично, вред от потепления. Поскольку причины неподвластны или неконтролируемы, сфокусироваться на последствиях. Исследователи, например, предлагают хотя бы стабилизировать льды Антарктиды. Пока это лишь концепты, зато чистой воды геоинженерия. Отводить появившееся течение теплой воды от берегов с ледяным покровом и попутно откачивать скопление воды под ледниками, чтобы замедлить сползание массивов в океан. Второе направление в геоинженерии предлагает утилизировать СО2 в промышленных масштабах. И тут много интересных проектов, выбрать из которых сложно, потому что в их случае важно, насколько они могут перерабатывать действительно значимые в масштабах планеты объемы за разумные деньги. Пока оценить перспективы экономической целесообразности таких проектов мало кто рискует. Разве что вот Илон Маск устроил конкурс с призовыми в 100 миллионов долларов для стартапов, которые предложат лучшее решение для утилизации СО2. Один из победителей, компания, созданная геологами, придумала, как заставить камни пожирать углекислый газ. Такое впитывание газа на самом деле процесс естественный, так образуются некоторые минералы внутри пород. Но исследователи придумали, как ускорить процесс вместо тысяч лет, несколько месяцев или даже недель. И вот посмотрите, это неглобальные, небольшие решения, которые решают частную проблему, борются с симптомами, а не болезнью. Но если болезнь непобедима, пока что, возможно, это палеотивное лечение единственное разумное и эффективное, что мы можем сделать, чтобы не дать катастрофе размазать нас об планету. Ведь так мы можем выиграть время, чтобы что-то, возможно, придумать для того же сокращения выбросов. Или вовсе может оказаться, что мы так минимизируем по отдельности все бабочки климатической нестабильности, что просто научимся жить в новой норме. И она не будет такой катастрофичной. Да, планета будет более неспокойна, чем прежде, но выживать и, возможно, процветать мы будем не хуже и не меньше, чем раньше. Иногда мы зря забываем, что такое кислотные дожди доисторической древности или бескислородная атмосфера. Мы не помним, что Земля была миллионы и миллиарды лет совсем не похожей на курорт для сухопутных и тем более сложных организмов. Ведь мы же знаем, что цветущая голубая точка в космосе – это вовсе не норма и исключение. Мы меняли до сих пор ее своими городами и своей жизнью деятельностью. Мы во многом рубили Эдем, с которым нам очень повезло. Просто невероятно, во вселенском масштабе. Но почему бы нам так же, нет, не так же, а смелее не взяться за этот Эдем по-хозяйски, взяться за ремонт и сделать, что можем? Перестать делать, что не работает, что не получается, не врать себе, что обязательно получится, или надеяться на чудо. Делать, что работает, а там будь что будет. Друзья, спасибо, что помогаете делать канал. Спасибо за вашу поддержку на Патреоне, Бусти и здесь, на Ютубе. Особая благодарность. Павел Новиков, Петр Кандауров, Александр Корысткин, Андрей Полевой, Айде Баггер, Павел Дунаев, Антон Польгунов, Павел Борский, Хабчинск, Алена Мацюкова, Олег Жинь, Ренат Бальбеков, Максим Менделев, Владимир Емщуков, Василий Саверсус, Евгений Балахнин, Конор Левич, Павел Вальнтов, 137 числа Вселенной, Владимир Подгорный, Алексей Шевелев, Серега, Павел Петриковский, Александра Аха, Станислав Чернин, Роман Бородуля, Дмитрий Шаховцов, Виталий Ребенко, Алинар Куснулин, Фимбо-музыкальный инструмент, Азазель, Екатерина Храпова и Марат. Спасибо и тем, кто поддерживает лайком и комментарием. Это тоже очень приятно. С вами был Влад, мирного нам неба и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok